ХОТИТЕ УТРА? БУДЕМ! РУССКИЕ ПЕРЦЫ ДО ПРЯМВА! УТРЯМВА! ВСЕМ ЧМОКИ, ЛАЙКИ, СДРАСТИЯ! ЗДЕСЬ ЛЁША, АНТОША И ГАЛЯ НАШЕ СЧАСТЬЕ! С СЕМИ УТРА ПО БУДНЯМ УТРЕННЕ ШОУ РУССКИЕ ПЕРЦЫ НА РУССКОМ РАДИО! Да, господа Тамара Глоба у нас в гостях. Говорим о нужном, говорим о важном. Так что сейчас продолжим про коронавирус, я так понимаю. Я так полагаю, что можно поговорить и о ценностях, которые нас с вами ждут в связи с так называемой пандемией во всем мире. Мы наконец-то обратились к партнерам, с которыми мы находимся под одной крышей, потому что у нас на это появилось время. Смотрели друг другу в глаза. Смотрели друг другу в глаза. Опять же, случилось так, что и Евровидение отменили, и титульные футбольные, и хоккейные матчи. Вы знаете, во многом, мне кажется, это благо. Я объясню, почему. Потому что очень давно много мусорных людей, простите за это прямое название, действительно очень больных людей, которых никто нигде не проверяет. Раньше были проверки всегда, да. Сейчас здоровье людей. Сейчас нигде никто никого не проверяет. Плюс ко всему минус и в том, что люди, которые подозревают, что они заболели, могут быть проверены, понимаете, за оплату. Это тоже плохо. Потому что, на мой взгляд, конечно, если проверить в той же России или в любой другой стране людей повально, то можно обнаружить очень много всяких инфекций, не только этой, которая есть. И, конечно, повальное здоровье нации, мне кажется, важно для любой страны. И это благо в первую очередь в этом, потому что страны посмотрят на себя, на свои внутренние дела, очистятся немного от того потока, который проходит сквозь них. И, кстати, это тоже был мой прогноз. Если помните, я говорила о том, что страны захлопнутся в этом году, что въезды и границы будут ограничены. Очень многие страны захлопнутся. И продолжаться это будет как минимум полтора-три года. Потому что это такой период. Мы вступили вообще в новый совершенно этап. Помните период 2001 года? Две башни, да? Да. Вот сейчас примерно такой же этап начала века, когда открывается новое десятилетие. На первом уровне оно будет открываться именно вот с этими угрозами, которые есть и существуют сейчас. Но впоследствии, конечно, они перетекут в другую форму, и мы действительно активно будем заниматься и экологией, и здоровьем Земли, и человека. Экология жизни человека, она тоже очень важна. Потому что, обратите внимание, люди перестали следить за элементарной гигиеной. То есть вот это вот повальное «все можно» и «все равно» оно пришло в жизни всех. Потому что невероятное количество не только каких-то половых проблем, болезней, которые приносят заразу людям. Раньше же, в общем-то, всех проверяли, ограничивали, потому что необходимо было лечение. А пошел период, когда все это свободно гуляет и распространяется очень активно. И, безусловно, каждому, я считаю, что когда границы сейчас ограничены, что вот эта необходимость посмотреть на себя позитивно то, что страны очистятся, позитивно то, что люди посмотрят вот в период этого карантина в глаза друг другу. И вы знаете, многие, что приятно, стали говорить о том, что мы наконец-то стали заниматься своей семьей и детьми. Так приятно посидеть дома, сделать ужин, почитать, помочь ребенку с уроками, обратить внимание на свою семью. И в каком-то смысле даже семью и заняться собой. Да. В том числе и здоровьем. У нас в гостях Тамара Глоба. Давайте прервемся буквально на несколько минут. Тамара Глоба, у нас в гостях, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать о нужном. Тамара Михайловна, конечно, многих интересует вопрос, как это все будет развиваться. Ну, учитывая, что мы сейчас в самом эпицентре. Я думаю, что самый эпицентр мы прожили именно осенью, когда никто не обращал на это внимания, и зимой. Вот это вот был самый эпицентр этих событий. Эпицентр, значит, последствия. То, что сейчас все отменяется, все закрывается. Всех интересует, как долго это будет длиться. Вот эти последствия и очищение от этих проблем, по сути говоря, по большому счету, ситуация развернется в течение года. Ну, может быть, чуть больше года. Но, тем не менее, последствия будут длиться еще где-то года три. Три с половиной, когда мы будем с этим справляться, со многими такими вещами. Но, по большому счету, вот то, что сейчас началось, это завершится в ближайший период. И, пожалуй, первая волна такая отхода будет именно в середине апреля, раз. Потом вторая волна будет уже в начале, в самом начале июня, когда нас будут волновать уже другие вопросы и проблемы. Ну, и, наконец, возврат. Пожалуй, возврат вот к этой ситуации, но уже на другом уровне, другого плана, к вопросам здоровья и болезни и вируса, да, вернется в конце осени этого года и перекинется на начало зимы. Ну, нас интересует ведь не только коронавирус. Есть еще и рубль, и доллар. Вот что делать с накоплениями людям сейчас, когда доллар растет вверх, и, соответственно, к примеру, та же самая бытовая техника будет стоить дороже. Сейчас покупать или все-таки копить, перетерпеть этот момент? Я думаю, что сейчас вот не самый удачный момент для покупки бытовой техники. Пожалуй, к вопросам, скажем так, покупки техники можно вернуться во второй половине апреля и мая, потому что сейчас не очень действительно удачный момент. Технику могут свалить самую неудачную для продажи. Многие нервничают, что... Когда люди кинутся и ее покупать. Да, и под шумок скупят всю гречу, просроченную в том числе. Многие просто переживают, что не будет ли это повторение начала 90-х, когда мы были очень нищими и очень плохо жили. Нет, здесь другая проблема. Здесь другая проблема, например, в той же Европе, и тоже у нас, когда люди расслабились и перестали заниматься собственным фермерским хозяйством и выращиванием на своих землях чего-то. Вот именно Евросоюз в данном случае сыграл негативную роль в этом плане, потому что страшно меняться, страшен обмен, что с каких-то зараженных территорий придут продукты. И тем не менее, тем не менее люди во многом обернутся назад к своей земле для того, чтобы выращивать культуры какие-то пищевые. И действительно, сейчас такой период, когда собственная земля будет гораздо важнее, потому что вы знаете, что вы выращиваете, кого вы выращиваете, что за животное у вас и так далее. Вы понимаете, сколько споров было относительно того, что вкуснее и лучше, свое или приобретенное? Вот, друзья, известный астролог говорит, что свое, поэтому ни в коем случае не продавайте приусадебные участки и даче. Вам эта земля еще пригодится. Пойду-ка я в фермеры. Ну вот, все-таки... Или заведите друга-фермера. А, Леха... Леха... В том, что несмотря на то, что приподнимется доллар и так далее, все равно этот год будет довольно ровный. Вот так вот поднялся и опустился. Это будут качели, но... Это будут качели. Качели, но... Вся ситуация вырубится. Да, совершенно верно. Это очень здорово, но то, что вы говорили и про эпидемию, и про доллар, мы, русские перцы, это подтверждаем, потому что мы помним каждый ваш прогноз. Мы прервемся для того, чтобы послушать хорошую песню и продолжим разговаривать с Тамарой Глоба. Это русские перцы здесь, дорогие друзья. Главное утреннее шоу страны. И у нас в гостях главный астролог нашей страны. Не боюсь этого зло. Тамара Глоба, поэтому задаем вопросы. Говорим о нужном, о вечном. Ну и, конечно же, о любви. Астрономическая весна нас с вами ждет в самые ближайшие дни. То есть это произойдет уже на этой неделе, 21 марта. Как-то меняется. На самом деле, уже завтра солнце войдет в Овен утром. И я советую вам встречать солнце. Поскольку пока нет плохого аспекта, который... Тамара Михайловна, чем вам основное время-то занимается? Мы каждый день солнце встречаем. Да, ну вы вообще просто... Ладно, хоть не каждый день ты входишь в Овен. Скажем так, про возвестники рассвета. Это прекрасно. Действительно, солнце входит в Овен. И входишь в Овен рыжий, да? Да, я... Солнечный рыжий. Ходишь в Овен. И действительно, действительно, это период, когда... Обратите внимание, конечно, у нас сейчас каждый вот такой вот момент равноденствия и солнцестояния, они, к сожалению, окружены тяжелыми затмениями. Вот и затмение, которое было 26 января, например, да, вот вокруг... Вернее, не января, а декабря. Вокруг дни зимнего солнцестояния тоже принесло нам очень сложные события. Вот сейчас как раз вот Галя только что сказала, Сатурн, говорит, куда-то вошел. Ну, Сатурн находится в Козероге еще. Он в соединении с Юпитером и с Марсом. Марс, Юпитер, Сатурн, заходящий кармический узел, находится в Козероге. И, но скоро поменяется это положение. Сатурн забежит ненадолго, на несколько месяцев в Водолей, потом вернется в Козерог. Опять снова, так сказать, мы будем обсуждать эти проблемы и финансовые, да, и построение новой жизни. И снова мы будем говорить о здоровье. Вот это будет уже с летнего периода, с середины лета. Но, тем не менее, первое появление Сатурна в Водолее как раз говорит о концентрации стран внутри себя. Сейчас это будет действительно период ограничений, когда многие страны ограничатся, ограничат въезд, ограничат свободу передвижения, и мы тоже в частности. И войдет Сатурн вот-вот, буквально через два дня в Водолей. Вот. И касается он вопросов, которые я уже обозначила. Ну вот нам вопросы приходят в эфир, и люди спрашивают, и когда все закончится, и как планировать отпуск, и так далее. Только что я рассказывала, когда все закончится. Я про то, что говорю, что никак не могут, многие не могут переключиться вот с привычного образа жизни. Как же так? Мы же уже планировали, куда поедем там, и так далее. Видимо, придется по-новому учиться как-то. Перепланировать, да. Учитесь перепланировать, потому что сейчас уже, я тоже много раз рассказывала, уран вошел в телец, и то, что мы называли всегда планом, понимаете, как раз самый планирующий знак своей жизни, потому что они всегда планируют все наперед. Они не могут жить без плана. Но как раз вот то, что касается планов и материальных, и отношений с финансами, и планов, которые касаются и питания, и вопросов перестроения продуктового, да, и вообще планов на жизнь, здесь нужно учиться перестраиваться быстро под изменяющиеся события. В ближайшие три года, начиная с 20-го, и тоже я об этом часто говорила, мы вошли в трехлетие, когда наши планы могут не срабатывать. И к этому тоже нужно привыкнуть. Вот. То есть участвовать. Значит, будем жить спонтанно? Спонтанно, легко. Давайте тогда я вот эту астрономическую весну превращу в гастрономическую. Как-то проще. Тамара Глоба сегодня у нас в гостях, знаменитый астролог. Тамара Михайловна, ну, конечно, нам всем хочется каких-то слов поддержки, что все равно не поздно хочется. И опять напоминаю то, что я говорила. Несмотря на то, что этот год действительно нелегкий начался, он сложно в середине года, тоже будут такие моменты, в конце года будут сложные события. Но, тем не менее, несмотря на все это, я вернусь к тому, что я сказала, что, тем не менее, у каждого человека, у каждого знака в этом году есть позитивные перемены. И они касаются будущих возможностей. Хотят люди этого или нет, но жизнь заставит их меняться и делать шаги в будущее. Это очень здорово, потому что действительно многие люди мне уже сказали, что прогнозы, которые касались каких-то позитивных перемен, в их жизни состоялись. Ну, и в конце концов, мы ведь должны уметь преодолевать трудности. Да, мы должны уметь преодолевать трудности. Мы не можем быть святыми растениями. Я хочу напомнить в связи с началом астрологического и астрономического года, что когда мы приходили, буквально вот напоминаю слова Ависты, когда мы собирались родиться в этом мире, Творец нам задал вопрос, хотим ли мы оставаться всегда чистыми и невинными душами, или мы будем проходить здесь воплощение для того, чтобы становиться крепче, сильнее, эволюционировать. Любые испытания, которые мы здесь проходим, любые события, они делают нас крепче и сильнее. И даже эти же самые вирусы, они дают нашему организму, нашему ДНК, новое сопротивление, новые возможности и шаг в будущее. Ничего себе, печеньки-приключеньки. А святые растения мне очень нравятся, это вот хорошо, да. Я пойду тогда эволюционировать, да, чтобы как-то... Дождись ночью. Поехали, эволюционируй ночью. Антон, чтобы этого никто не видел. Рождаемость повысится, я вам честно говорю, сейчас. Да, кто-то даже сказал, что на самом деле нас изолируют, потому что прилетели инопланетяне, и всех заставят выкупляться, чтобы забрать к себе. Именно поэтому карантин до всех свели дома. Да, поэтому карантин, сидите дома. Инопланетяне? Да. Да, прикольно. И тогда Катя Леля выпустит новый альбом. Друзья, вы спрашиваете, что стрельцов ожидает в личной жизни, скорпионов и так далее. Обо всем об этом Тамара Михайловна рассказывала нам, приходя зимой на YouTube-канале Русского радио. Найдите видео, там есть все, что касается личной жизни. Все и подробно, да. Да, что касается сегодняшнего эфира, а мы говорили про сложившуюся в мире ситуацию, тоже обязательно будет на YouTube-е видео. Тамара Михайловна, вам спасибо. Спасибо, ребята. Мы с нетерпением ждем ваших новых прогнозов. Хороших. Хороших. Хороших это действительно важно. Ну и, конечно, помним ваши слова, что три годика получимся там. Да ладно, ребят, но на самом деле это же все равно шаг в будущее. Нам через это, я считаю, что даже есть в этом позитив. Потому что сколько мы болели за эти годы, за годы, когда мы даже не знали, какими страшными вирусами мы переболели. Вот. Мы этого просто не знали. Сейчас на это обратили просто внимание. Вот. А если говорить о том, что мы обратили внимание на свои семьи, то позитивнее вообще ничего нет. Спасибо вам еще раз от всех слушателей Русского радио. Мы, Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сегаев, прощаемся. До завтра. Будьте здоровы, любимые. Пока. Семи утра по будням утреннее шоу «Русские берцы» на Русском радио.